У меня для вас две новости. Плохая и хорошая. Начнем с плохой. AliExpress снижает ставки для своих партнеров по реферальной программе для жителей СНГ. Теперь кэшбэк с покупки смартфонов составляет всего лишь 1,95%. Но есть и хорошее. Letyshops.ru повышает процент кэшбэка в других интернет-магазинах, в том числе и китайских. Покупаешь в интернете электронику, еду, игрушки или одежду, воспользуйся их расширением для браузера. В базе уже более тысячи магазинов. Сам пользуюсь и вам советую. Ссылка в описании. Всем здорова. Защищенные смартфоны лично для меня всегда были и будут очень узконаправленными. Они не каждому нужны. Если ваша работа или образ жизни никак не связан с экстремальными условиями, то брать защищенный смартфон я вам не рекомендую. Однако герой нашего сегодняшнего обзора Blackview BV8000 Pro обладает уникальными преимуществами, которых нет у его конкурентов даже за эту же цену. Внешний вид Blackview BV8000 Pro брутален на все 146%. Металлические вставки со всех сторон. Прорезиненные углы. Все выполнено очень хорошо и качественно. Оно и неудивительно, ведь смартфон стоит 260 баксов. Это серьезные деньги для аппарата такого класса. Что примечательно, в смартфоне не используются стандартные резиновые заглушки, которые прикрывают разъемы для наушников или зарядки. Разъем USB Type-C влагозащищен. Миниджек на верхней стороне тоже. При этом не нужно оттопыривать сантиметровый слой резины, чтобы послушать музыку. Что меня бесит в конструкции, это кнопки. Есть отдельная кнопка SOS, которую можно переназначить только под рутом, редактируя файл BuildProb. Регулировка громкости расположена сверху слева, и это также неудобно. Но и подэкранные сенсорные кнопки для навигации. Их тач-поверхность очень маленькая. Даже меньше рисунка кнопок, и нужно очень тщательно стараться не промахнуться мимо кнопки. В моем понимании, целевая аудитория Blackview BV8000 Pro это брутальные небритые мужчины, которые на завтрак едят сырых ежей и запивают расплавленным свинцом. Затем идут пешком на северный полю скачать нефть голыми руками. И если вы не такой, то вам защищенный смартфон не нужен. Экран 5 дюймов, разрешение Full HD, относительно неплохая IPS-матрица с нормальными углами обзора. Я бы оценил ее на 7 рукастых китайцев и 2 маленьких зубинчика из 10, что в совокупности даст оценку в 7,2 из 10. Есть инверсия черного цвета, отсутствует олеофобное покрытие, и тач мне показался не очень чувствительным. Процессор 8-ядерный Mediatek Helio P20, видеоускоритель Mali-T880 MP2. Память 6 гигов оперативки, 64 по стоянке с возможностью расширения. Флешка вставляется в отдельный слот, который защищает металлическая проставка. Стоп! 6 гигов оперативки? Вы серьезно? Вы только вдумайтесь, зачем? Куда столько? Это, конечно, круто, но зачем? В Antutu такое железо набирает 52 тысячи баллов, троттлинг при стресс-тесте был. В начале теста Epic Citadel показывал 48 FPS, в конце 20. То есть потери производительности около 60%, хотя кому оно важно, все равно смартфон не игровой. Куда важнее нагрев. Максимальная температура, до которой я смог разогреть батарею, 48 градусов. Однако из-за толстого корпуса в руках нагрев не ощущается вообще никак. Емкость аккумулятора 4180 мАч, поддерживается быстрая зарядка, с 0 до 100% заряжается примерно за 2 часа 15 минут. Результаты стресс-теста показали 4 часа 5 минут в режиме максимальной нагрузки. До рекорда, конечно же, смартфон не дотягивает, но в общем-то этих показателей вполне достаточно для полноценных суток очень активной работы. Игровая производительность в Helio P20 далеко не лучшая. Данное железо предназначается для создания среднебюджетных смартфонов с упором на стабильность работы, но никак не на игровые рекорды. Поиграть, конечно, можно в любые игры, но только на средних настройках графики или ниже. Да и вообще, кто будет покупать защищенный смартфон ради игр? Странное решение. По части связи претензий также нет, разговорные динамики и микрофоны глуховаты, но не критично. Сим-карты спрятаны под металлической заглушкой. В комплекте есть специальная отвертка для ее раскручивания и два металлических винтика про запас. Теперь пару слов про камеры. Разрешение 16 мегапикселей у основной и 8 мегапикселей у фронталки. Фотки выходят ожидаемо отвратительного качества, камеры днище, звук пишут тоже очень посредственно. При хорошем освещении можно получить неплохие кадры, при недостаточной освещенности камера сливается, фотки получаются очень и очень посредственными. Про камеру даже говорить особо не хочется, посудите сами. Есть отдельная кнопка запуска камеры, которая не запускает камеру, пока не разблокируешь смартфон. Однако у камер есть один плюс, которому позавидуют даже Galaxy S8, Google Pixel и HTC U11. Это охренеть какая яркая вспышка! Ее можно использовать как отдельный фонарик. Иногда мне кажется, что такой вспышкой можно сбивать вражеские самолеты, ослепляя пилотов. Фронтальная камера просто стыдоба. Запись звука и видео на нее крайне поганы. Но воспроизведение звука на удивление хорошее. Тут отличный, чистый, громкий динамик, который может дать фору по качеству даже более именитым брендам. Запас звука такой, что звонок можно услышать даже из самого дальнего кармана походного рюкзака. Из аппаратных фишек есть сканер отпечатков пальцев, расположен он сбоку, прям под большим пальцем. Срабатывает примерно в 8 случаях из 10. По большому счету, с аппаратной точки зрения, Blackview BV8000 Pro неплохой смартфон. Да, 260 долларов дороговато, конечно, но из всех защищенных смартфонов у него самый брутальный дизайн. Нестыдные технические характеристики, полное отсутствие убогих заглушек. Blackview BV8000 Pro с технической точки зрения добротный смартфон. Чего не скажешь про его прошивку. Она напоминает молодого призывника на медосмотре. Постоянно тупит и пытается обоссаться. Что-то постоянно выбивает и лагает. А ляпистые иконки рабочего стола и значки в шторке уведомлений не идут в общий тон этого брутального аппарата. Это будто танк, внутри которого устроили детский сад. Но, несомненно, есть плюсы. Например, это седьмой андроид. Постоянно приходящие апдейты прошивки по воздуху. Нет необходимости настраивать уведомления. И если вы не такой привереда жиробас, как я, то вам будет нормально. А большинство людей и вовсе будут покупать его как неубиваемую звонилку. Так что им вообще будет пофиг на его недостатки. В общем, давайте лучше перейдем к перечислению плюсов и минусов, затем перейдем к краш-тестам. И на их основе уже решим, стоит брать Blackview 8000 Pro или нет. Плюсы. Дизайн, сборка, отсутствие заглушек, неплохой дисплей, как для защищенного смартфона. 6 гигов оперативки, 64 гига расширяемой постоянки, игровая производительность с учетом класса. На удивление, отличный звук, связь и поддержка 4G и охренительно яркая вспышка, она же фонарик. Также я бы отметил хороший уровень нагрева и неплохое энергопотребление. А вот к минусам я бы отнес камеры, программную часть и интерфейс, вообще никак не подходящий смартфону. Показатели в бенчмарках и процессор, уровень троттлинга и, наверное, под экранные кнопки, которые меня дико бесят. Первонаперво мы решили провести дроп-тест на бетонный пол. Считаем попытки, с которого раза я его разобью, по-вашему. Тут я дал немного ускорения. И аппарат разбился. Да, такое бывает, это норма даже для защищенных смартфонов, но не с ценником в 260 баксов. И все, смартфон не включается. Ну, ничего страшного, давайте попробуем его добить ударами об стену. Такая херня не должна происходить с защищенным смартфоном. Ну, причем я два раза нажимаю на кнопку активации, и он что-то жужжит. Он пытается что-то жужжать. То есть он хочет включиться, но у него это не получается. В общем, могу сказать, что Blackview BV8000 Pro меня немного здесь разочаровал. Причем он жив. Ну, ты же только что подавал признаки жизни. Ну, скажи хоть что-нибудь. Давай, вы на камеру. Он жужжит, он только что что-то там перекал, и у него вот здесь даже горит светодиод белый. Но дело не в том. Я его три раза уронил всего лишь на бетонный пол, и он уже разломался. После чего я уже не видел смысла какие-то с ним дальше делать эксперименты. При том, что мы приготовили ему очень много разных вкусностей. Например, канцелярский нож. Я хотел его еще немного порезать, но, как видите, смысла от этого уже немного. И самое главное, мы на десерт вам приготовили целый арбуз. Ну, я думаю, разбитый Blackview нашей с вами любви не помеха. И мы все-таки запихаем сейчас смартфон в арбуз, и арбуз скинем с третьего этажа. На бетонный пол. Даже на минус первый этаж. Мне кажется, это будет прикольно. Пойдемте. Солнечный тяжелый. Вы можете в комментариях долго обсирать меня, какой я неадекваша, и писать, лучше бы мне отдал, и какой это необъективный и плохой краш-тест. Например, AGM X1 мне пришлось со всей дури лупить молотком, чтобы он перестал включаться. А такой же защищенный смартфон AGM A8 мы давили автомобилем, макали в воду, кидали об асфальт из движущегося автомобиля, и после всего этого он включился. Blackview BV8000 Pro стоит в два раза дороже, чем AGM A8. И он умер просто от ударов об пол и об стену.